Внешний вид Акшая Кумара был скрыт от всех до выхода фильма. Согласно режиссёров и полушаху, его внешний вид и стиль одежды были вдохновлены Амитахом Батчаном в 70-х годах. Акшай Кумар воспользовался помощью свекрови Димпл Капати в выборе английских песен, принадлежащих эпохе 70-х годов для воспроизведения фонового режима, поскольку он был поклонником эстернизации музыки. Этот фильм был сильно вдохновлен голливудским хитом 1985 года «Назад в будущее». Фильм был сильно индонизирован, но оказался полной катастрофой, поскольку сборы фильма «Переиграть судьбу» в день открытия в Индии составляло 48 миллионов рупий, что стало одним из худших открытий для актёра Акшая Кумара. Поскольку фильм вышел в день Дивали, сборы были ниже, чем обычно, однако он набрал оборотов кассов в субботу, и второй день сбора существенно увеличивались. Но в конечном итоге фильм оказался коммерчески неудачным прокатом и был объявлен провалом. И также подверглись жёсткой критики в сторону фильма. Кинокритик Раджи Масан из Сайн Айбиэн оценил фильм в полторы звезды из пяти и сказал «Очень не хватает драмы и подлинного юмора. Фильм «Переиграть судьбу» ошемуляюще скучен, потому что нет никакого конфликта и развития сюжета, и всё кажется слишком удобно встаёт на свои места. Но для мюзикла саундтрек чисто третьесохна». Другой кинокритик Раджи Масан из Редифа также катастрофически поставил низкую оценку фильма и оценил его в полторы звезды из пяти и сказал «Это прежде всего бескусный фильм». Однако бескусица, подающая прямо сценарий, создаёт совсем другую лигу бедствий. На этом всё. Если вам понравилось видео, подписывайтесь и поставьте лайк. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok